Ситуация с российским рублем выглядит с любой стороны одинаково плохо. Мы считаем, что это были временные факторы. Мы считаем фундаментально обоснованный курс сейчас ближе к 95. У нас среднее ожидание на следующий год, именно среднее. И в сфере, мы предлагаем, что год будет в районе 110. Ситуация с российским рублем выглядит с любой стороны одинаково плохо, с моей личной точки зрения, потому что, занимаясь сделками с активами, которые во многих случаях намерены в рублях, мы понимаем, что время работает против рубля. Это естественно, потому что есть денежные эмиссии, растут госрасходы, и никакой высокой процентной ставкой Центрального банка невозможно сделать так, чтобы при этом валюта сохранялась на прежнем уровне. Тем более, когда это выгодно экспортерам, чтобы валюта падала. Поэтому пока чисто административно можно одержать рубль, а так он обречен на падение. Денежная масса растет. И чтобы этому противодействовать, надо реальный рост ВВП. Не только за счет тех секторов, которые мы знаем, почему растут. Это очень ограниченный набор секторов. Нужно стимулировать бизнес. Бизнес здесь стимулируется высокой процентной ставкой. Все. Ничего с этим поделать нельзя, пока не изменится денежно-кредитная политика радикально. Вот это вот ослабление до 25% продажи валютной выручки, оно, конечно, рубль-то подослабило. Раньше говорили, что 50% был психологический уровень, нехорошо. И 30%. Да, потом 60% тоже вроде как круглая цифра. Но сегодня вот любопытно, что с юанем ничего не произошло. Здесь у нас все лаги относительно нефти, других фундаментальных факторов. Действительно, они не то что сломались, но они стали длиннее. Если раньше цена на нефть росла, все это сразу видели, это генерировало какой-то спрос на рубль, потому что все знали, что нефть стала дороже, в итоге эта экспортная выручка придет на рынок, рубль укрепится. И мы видели, влияние на рубль происходило достаточно быстро. То сейчас при закрытом финансовом счете, при ограничении на финансовые транзакции с остальным миром, да, рост цен на нефть, наверное, влияет на рубль только когда действительно через несколько месяцев эта выручка доходит до валютного рынка. В итоге у нас бывают парадоксальные ситуации, что и нефть растет, и рубль падает в какие-то периоды времени. Среди факторов по-прежнему важны фундаментальные факторы. Это состояние платежного баланса. И здесь ключевой, конечно, показатель – это уровень цен на нефть. Важны уровни ставок. Но и третий компонент – это потоки капитала, скажем так, которые, с одной стороны, вроде бы сократились в новом мире взаимных ограничений, а с другой стороны все равно присутствуют у нас постоянные внутренние спросные иностранные активы, плюс мониторить это все достаточно сложно. В итоге, наверное, такой все равно у рубля сохраняется естественная траектория, такого небольшого ослабления, где справедливые уровни задаются ценами на нефть. Во-первых, китайские банки в начале месяца не работали, соответственно, из-за этого тоже возникла вот такая вот ситуация с недоступностью валюты. По-прежнему у нас положительный профицит с учета текущих операций, что, в принципе, позитивно для рубля. Поэтому сейчас говорить о том, что мы пойдем куда-то на 100 рублей за доллар США, нужны какие-то новые драйверы. Действительно, лицензия стекла. Но это значит, что за прошедший период удалось выстроить, скажем так, новую инфраструктуру, новые какие-то цепочки расчетов, которые позволили сохранить биржевую торговлю дальше после окончания лицензии. Для российского валютного рынка, конечно, это в любом случае плюс, потому что лучше биржевой торговли пока все-таки ничего не придумали, и хорошо, что она сохраняется в юане. Мы не меняем свои ожидания по валютному курсу, и до конца года считаем, что он все еще может находиться чуть выше отметки в 95 рублей за доллар. При полном разрешении проблем с импортом и с платежами за рубеж, если, конечно, это вообще произойдет, валютный курс не только в состоянии преодолеть отметку в 100 рублей за доллар, у нас среднее ожидание на следующий год именно среднее. И социальности предполагают, что он будет в районе 110. Я не думаю, что сейчас вообще, в принципе, курс уйдет выше 100, если говорить о долларе. Где-то 90-100, вот этот рейндж, которым, я думаю, что валюта комфортна будет, потому что выше 100, как бы психологически уже не очень хорошо. Мы не пересматривали прогноз по курсу, мы считаем по-прежнему фундаментально обоснованным курс в районе 95 рублей за доллар США, прошу прощения, на конец этого года. И в следующем году мы ждем все-таки слабого, постепенного ослабления рубля в район 97 рублей за доллар США. У нас все-таки бюджет, на следующий год дефицит бюджета, он не такой сильный, он скорее инфляционно-нейтральный, поэтому здесь каких-то дополнительных таких мер, но, на мой взгляд, не предвидится. Все-таки у нас есть и повышение налогов в следующем году, которое существенно компенсирует возросшие расходы по бюджету. В базовом сценарии наши макроэкономисты скорее имеют консервативный взгляд, то есть ожидают сохранения курса рубля в ближайших уровнях, скажем так, раньше 95-97 за доллар. Но я со своей стороны лично скорее вижу довольно высокие риски того, что рубль хоть и на время, но поднимется выше этого диапазона. И, скорее всего, в базовом сценарии мы можем ожидать, что цифру 100 за рубль мы увидим, но, возможно, это будет неустойчиво, а кратковременное касание. Рубль-ян также в базовом сценарии мы ожидаем, что будет оставаться в диапазоне 13,5-14. И, скорее всего, 14 все-таки мы, ну, скажем так, с высокой вероятностью допускаем, что мы коснемся этого курса, этого уровня. Но, наверное, следует ожидать стабилизации внутри диапазона. На следующий год наша оценка справедливого курса по-прежнему немного крепче 100 рублей. На первую половину следующего года это 96 рублей за доллар при цене на российскую нефть на уровне 70 долларов за баррель. А battery数 на российскую нефть Аплодисменты Аплодисменты Редактор с музыкой Аплодисменты Продолжение следует...